С этой пятницы в Саранске официально стартовало вещание радиостанции «Ретро-ФМ». На частоте 96,2 звучат песни, которые были мегахитами в последние десятилетия прошлого века и до сих пор не теряют своей популярности. Мне кажется, это хорошо. Это еще одна хорошая возможность информировать жителей города и Саранска, и о Саранской республике, о жизни, которая происходит. Причем надеюсь, что это будет непредвзято, объективно, но и, конечно же, так как есть жизнь, она не без проблем. И я надеюсь, что «Ретро-ФМ» поможет нам находить эти проблемы и решать эти проблемы. Мне очень приятно, что в нашем городе, в нашей республике открывается замечательная радиовещательная сеть «Ретро-ФМ», где будут звучать прекрасные песни, песни нашей молодости, нашей юности. Это песни замечательных композиторов, советских, российских композиторов. Песни о любви, о добре, о дружбе. У нас же какая-то появляется гордость, что мы наконец-то обновили наш эфир, вернее, будем обновлять наш эфир, его расширять. Слово «ретро» вообще вошло как-то, стало, наверное, модным или популярным в наше время. Почему? Потому что есть какое-то общее объединение, объединение поколений даже, наверное. Меня зовут Игорь Лесенков, я руководитель группы «Земляки». Очень рад, что у нас в Саранске появилась «Ретро-ФМ». Я думаю, что в моем автомобиле эта кнопочка займет достойное место. Добрый путь радиобренда «Ретро-ФМ» начался еще 15 лет назад. Формат станции, которая пришла на смену старым носителям музыки из той жизни, царапанному винилу, зажеванным кассетам и бобинам, сразу полюбился жителям нашей страны, всего постсоветского пространства и даже далекого зарубежья. «Ретро-ФМ» за полгода завоевала себе место в первой пятерке отечественных радиостанций и с тех пор не сдает позиций. «Ретро-ФМ» как радиобренд, он давно уже зарекомендовал себя самой наилучшей стороной, авторитетное радио. Отличная музыкальная подборка в мире, который все больше и больше становится пластмассовым и одноразовым. То есть станция с направленностью на лучших представителей музыкальной индустрии 70-х и 90-х годов, это вызывает только положительные эмоции. Вызывать положительные эмоции и воскрешать воспоминания – это, если не кредо «Ретро-ФМ», то уж точно фирменный стиль. Теплую музыку, до сих пор собирающую стадионы, в скором времени каждый житель нашего региона запросто сможет подарить своим друзьям, любимым или самому себе. Что такое радио «Ретро-ФМ»? Это радиовоспоминания, это радиочувства, это радиожелания. И вполне возможно, что очень многие песни подобно «Машине времени» возвратят вас в те самые золотые времена, которые лично вам особенно дороги. Я мог бы здесь покашлять, и вы так «Ой, в мои-то годы!» На самом деле, эта музыка вечно живая, музыка, которая будет исцелять, музыка, которая будет дарить радость, музыка, которая будет звучать теперь в Саранске. Если вы слушаете «Ретро-ФМ», не забывайте, что совсем скоро наши местные приветы и заявки появятся как раз на «Ретро-ФМ». Чтобы услышать радио «Ретро-ФМ» Саранск, достаточно настроить ваши приемники на частоту 96,2 МГц. Я это делаю на нашей редакционной кухне. Вы можете сделать в автомобиле, дома, на даче, да где угодно. И каждый раз, включив эту волну, вы будете уверены, там музыка, которая делает взрослых моложе, а молодых взрослее. Музыка, которая объединяет. Павел Степаненко, Дина Мустаева, Павел Талабаев, Владимир Ильин и Артем Руденко. Наши новости. Музыка, Дина Мустаева, Павел Талабаев, Владимир Ильин и Артем Руденко.